являетесь ли поиск решения вопроса о том как выбраться из кризиса вызванного ковид конкуренции между демократиями и авторитарными странами в мире в некотором смысле да то есть по итогу люди и эксперты так или иначе начнут сравнивать реакцию демократических стран и более авторитарных это как они справились с ковид но на самом деле мы уже сейчас можем увидеть что вот этот водораздел в реакции и в успехе борьбы с ковид он пролегается не по линии демократичной или не демократичной страны а скорее по двум важным линиям это то насколько страна подошла к этому к виду в хорошем состоянии имеется ввиду и хорошее экономическое состояние и степень доверия правительству на момент до начала эпидемии и второй важный аспект это степень того популизма который существует в некоторых странах мы видим что в демократической стране сша президент трамп долгое время не хотела начинать бороться с ковид и не признавала серьезность в то время как в авторитарной стране китае правительство сразу чего очень жестко реагировать но точно также мы можем посмотреть на демократическую страну южную корею которая справилась с вирусом также успешно как китай а некоторые считают и более успешно демократическую страну израиль где правительство тоже очень четко адекватно отреагировала на всю ситуацию население в массе своей поддержала правительство и так далее то есть водораздел здесь скорее не по авторитарным и демократическим странам какой режим как показывает практика имеет больше потенциала справиться с с проблемой теории больше потенциал справляться с такими проблемами как эпидемия война имеют конечно авторитарные страны им легче мобилизовывать народ им легче мобилизовывать все ресурсы на борьбу с одной конкретной проблемой такие страны чаще хуже справляются с задачами экономического роста и рыночного строительства но вот в вопросе мобилизации они обычно успешнее но как я и сказал мы еще посмотрим и пока что мы видим что успех не зависит от авторитарности той или иной страны и такая демократическая страна как южная корея при этом смогла мобилизовать свое общество власть адекватно объяснила людям проблему и люди все поняли приняли и их не надо было загонять палками в карантин как эпидемия может подорвать демократические ценности в мире и может ли это случится отчасти может все зависит от того как люди будут реагировать и особенно насколько рьяно они будут забирать обратно свои права после окончания эпидемии во время эпидемии само собой многие многие даже есть можно сказать естественные права человека были у людей на время отозваны ну как какое-нибудь базовое право выходить на улицу в самых демократичных странах европы люди спокойно принимали то что власть теперь запрещает им выходить на улице говорит им где можно ходить где нельзя в какое время можно выходить на улицу в какое время нельзя носить маску и так далее это само по себе если мы отвлечемся от эпидемии это все выглядит как какой-то сценарий по роману 1984 люди отдают свои свободы ради какой-то цели в данном случае цель это спасение жизни своих и жизни своих сограждан весь вопрос в том насколько быстро люди смирятся с этими утраченными свободами или же нет и после окончания эпидемии все эти свободы вернуться обратно и все будет как раньше а какие последствия ковид может иметь для белорусской экономики в контексте мировой для белорусской экономики тут целый набор последствий белорусская экономика оказалась в не лучшей своей форме перед коронавирусом и тут совпало много неудачных событий часть из которых можно было предотвратить часть нет в первую очередь беларусь это малая открытая экономика соответственно беларусь гораздо больше зависит от внешних рынков от других стран чем какие-то большие страны с большим внутренним рынком такие как россия китай или сша поэтому даже при том что у нас не вводился карантин да это возможно это вероятно немного помогло нашему бизнесу но это не решило всех проблем и не могло нивелировать все последствия коронавируса так как мы очень зависимы от экспорта и все наши страны соседи вводили карантин страдали от коронавируса соответственно спрос на наши продукты уменьшался были проблемы с перевозкой товаров через границу и с импортом и с экспортом вдобавок к этому мы еще дополнительно пострадали из-за того что наш экспорт не был достаточной мере диверсифицирован наш главный торговый партнер это россия россия тоже значительно степени пострадала от коронавируса россия вводила карантины или так называемые режимы самоизоляции кроме того из-за коронавируса россия попала под двойной удар нефть пошла вниз соответственно покупательская способность нашего главного торгового партнера упала и они могли меньше покупать наших товаров и услуг соответственно здесь беларусь оказалась в не лучшем положении кроме того у нас не было никаких серьезных запасов на черный день как бывает в других странах норвегии или в той же россии не то что не только у нас не было кубышки на черный день у нас скорее было обратное за последние годы был аккумулирован значительный государственный долг а я напомню что экономисты определяют значительность и незначительность государственного долга не его размером а стоимостью привлечения средств размер госдолга скажем сша огромен это невообразимые для нас цифры при этом сша может брать дополнительный долг под очень низкий близкий к нулю процент соответственно для них этот госдолг не является большим другие страны и люди все еще хотят давать им деньги даже под очень низкие проценты мы же сейчас вынуждены занимать под 6-7 процентов в валюте то есть наш госдолг уже получается довольно высок относительно размера и качества нашей экономики и нам сложно привлечь новые средства вдобавок к этому у нас в россии произошел налоговый маневр соответственно часть поступлений в бюджет которые традиционно приходили к нам от нефти в этом году пропали к этому конечно правительство готовилось но как и сказал все довольно неудачно совпало и произошло одновременно и вдобавок к этому все интеграционные переговоры с россией которые вызвали некоторые конфликты недопонимания с российской стороной наши выборы которые вызывают неудовольствие европейских партнеров и американских партнеров соответственно заимствовать становится сложнее и в политическом плане под этот коронавирус и под большую помощь правительствами европейских стран своему бизнесу у них начинается перестройка экономики в том числе в сторону более зеленой экономики это бросает нам новый вызов так как то что мы раньше экспортировали теперь после коронавируса как бы все не совсем придет в норму и надо будет как-то изменяться вот в сторону более зеленой в сторону туда куда пойдут европейцы как отреагировал банковский сектор на ситуацию с белгоспромбанком я думаю что даже при том что люди из финансового сектора не склонны паниковать и склонны воспринимать всю ситуацию как бизнес as usual и деньги любят тишину это все же произвело некий шок на банковскую сферу тут скорее стоит вопрос о защите прав собственника и то как это работает в республике Беларусь здесь мы можем говорить даже не только о законах но и о подлежащей сути этих законов многие иностранные инвесторы боятся инвестировать в другие страны так как плохо понимают то как там работают законы суды и так далее в нашем случае многие иностранные инвесторы в Беларуси это российские компании они более уверены в себе так как кроме закона кроме закона Беларуси как они верят их защищает и место их прописки их защищают хорошее отношение между Россией и Беларусью для какого-то крупного бизнеса возможно и даже личные гарантии президента России и так далее соответственно эти инвесторы всегда считали что они более защищены их права и законные права более защищены чем может быть права бизнеса в среднем думаю что ситуация с Белгоспромбанком это достаточный шок для такой уверенности так как крупный актив российских собственников подвергся не очень понятным санкциям со стороны белорусского правительства находится ли Бабарико в лучшей ситуации чем предыдущий кандидат в президенты и дает ли тот факт что он возглавлял российский банк основания думать что его быстрее просто выпустят возможно но не факт мы можем вспомнить предыдущий эпизод он не был связан с политикой но все же это сравнение напрашивается это эпизод с Бом Гартнером когда топ-менеджер крупной российской компании тоже находился в СИЗО с не очень понятными обвинениями в итоге тот эпизод как минимум официально завершился можно сказать победой Беларуси и белорусской власти когда Россия пошла на уступки и компания Уралкалий тоже соответственно здесь вряд ли стоит считать что Бабарико при том что он работал на российских акционеров является частью российской властной системы не думая что сейчас кто-то так всерьез думает а соответственно властной системе России и незачем за него бороться поддерживаете ли вы идею бойкота выборов и почему? Идея бойкота выборов не нова она изучалась экономистами на примере других стран других эпизодов бойкотов выборов здесь речь не идет о Беларуси речь идет в целом о демократиях голосовании и протестном голосовании так вот исследования показали что бойкот выборов практически никогда не работает то что нужно власти в странах не идеальной демократии это пассивность или так называемая депрессия протестного электората и активность провластного электората цelve Ag17 Если условно у нас есть 40 процентов населения которые поддерживают действующую власть и 40 процентов которые не поддерживают действующую власть а все остальные не определились и не хотят голосовать то самый идеальный вариант для действующей власти это сделать так чтобы те 40 процентов которые их поддерживают пошли на выборы а остальные 40% не поверили в себя, не пошли на выборы, не стали об этом заявлять и не кидали бы бюллетени в избирательную корзину. Таким образом, власти не нужно будет идти на какие-то ухищрения, фальсифицировать выборы и так далее. Такая схема, бойкот выборов, может быть эффективен только в настоящих диктатурах, в настоящих авторитарных странах, например, как Советский Союз. В таких странах важна явка, и отсутствие явки, слишком низкая явка может сорвать выборы. Такое тоже чаще всего не получалось, но тем не менее этот метод имеет смысл в таких странах. В Беларуси явка не очень важна, и как мы знаем по многим примерам российских выборов, выборов в Беларуси, да хоть выборов в любой другой стране, никто не помнит явку уже через 5 лет после выборов. Вспомните ли вы, какая была явка на первых выборах президента Обамы, а на вторых, никто этого не знает. То, что мы знаем, это то, что президент Обама победил. Люди, которые чуть больше увлекаются политикой, знают, с каким перевесом он победил. Явка же мало кого интересует, поэтому стратегия бойкота выборов не представляется разумной практически нигде. Ни в Америке, ни в России, ни в Беларуси. Субтитры подогнал «Симон»